Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, почему целебный Иван-чай не только можно, но и нужно употреблять всем желающим похудеть. Ты почувствуешь мощный оздоровительный эффект уже после первой чашки. Иван-чай или, как его еще называют, Копорский или Городецкий чай, нравится всем. Вкус у него многогранный и насыщен яркими ароматами лета. Но главное его преимущество в том, что траву можно собрать и высушить самостоятельно, ведь растет она во всех регионах. Для активно худеющих этот травяной настой незаменим. Лечебные свойства Иван-чая для снижения веса Снижает аппетит. Активизирует пищеварение и способствует лучшему усвоению пищи. Препятствует перееданию за счет наличия в составе фитонцидов и дубильных веществ. Очень мягкое, мочегонное и слабительное действие. Помогает справиться с запорами и отеками. Нормализует уровень холестерина и благотворно влияет на гормональный фон, поскольку в составе присутствуют органические кислоты, бета-каротин и серотонин. Иван-чай обладает как седативным, так и бодрящим действием, хотя кофеина в нем нет. Слабый настой будет придавать сил, а крепкий отвар на ночь поможет расслабиться и спать спокойно. Особых ограничений в употреблении напитка нет. Попробуй заменить кофе или привычный тебе чай на копворский, и вскоре твой кишечник начнет работать как часы. А жировых отложений в проблемных местах станет намного меньше. Способ приготовления Чтобы домашний иван-чай оказал ожидаемое действие, употребляйте его лучше свежеприготовленным. Одну заварку можно заливать кипятком до 4 раз. В день рекомендуется употреблять не больше 12 чашек. Приготовить напиток очень просто — 2 чайных ложки сухой травы. Залей 6 мл кипятка плотно накрой крышкой и дай настояться 10-15 минут. Настой можно хранить до 3 дней в холодильнике и подогревать по мере необходимости, но не допускать закипания. Пей чай без сахара, замени сахар изюмом, финиками, курагой, медом. Длительное и частое употребление иван-чая на протяжении месяца может вызвать дисфункцию у желудочно-кишечного тракта. Поэтому не стоит излишне увлекаться напитком, нужно знать меру. Людям, у которых наблюдается нарушение свертываемости крови, тромбофлюбит, варикозная болезнь — лучше такой настой не пить. Чтобы сбросить лишний вес, следует изменить свой рацион так, чтобы в нем соблюдался баланс белков, жиров и углеводов. И не стоит забывать про спорт. Только комплексный подход принесет наилучший результат. Тренироваться можно где угодно — бегать по утрам, заниматься йогой или делать специальные упражнения, которые направлены на уменьшение проблемных зон. Как ты думаешь, можно ли похудеть, употребляя травяные настои и подкорректировав питание, или без физических упражнений не обойтись? Перед применением этих рекомендаций проконсультируйся с врачом. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал. Нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.